Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на отпроводной точке, тот пункт, откуда мы все время куда-то направляемся. В прошлый раз мы ходили в эту сторону, там видели магазин, аптеку разведывали. Сегодня мы пойдем вдоль этой улицы, Остернстрассе. Я решил посмотреть, нет ли тут рядом со мной магазинчика любимого Тедди, потому как хочу купить наушники, чтобы слушать ночью сказки и не будить соседей. Поэтому пойдемте с вами сейчас вот сюда и посмотрим, куда она нас приведет эта улица. Вот такие атрибутики мне нравятся. Маленькие маркизы. Это вот цветочки. Красно выглядит. Вот частный домик. Тоже большой, оригинальный такой красивый домик. Так. Ага. Не знаю, то ли туда пойти, то ли сюда пойти. Но здесь, в общем-то, выход, по-моему, на Мюнхенстрассе, которая потом ведет в центр. Ну, давайте попробуем здесь. Вот тут написано штат Митте, то есть в сторону центра направо. Так, вот здесь есть байка, мат, велосипеды. Там Мерседесы продают. Заходи, бери. Так, 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 так. О, джоб-центр. Ага. И вот пойми, на какой мы с вами улице. Так, ну-ка. Остенстрассе, да? Окей. А вот там, может быть, та нужная для нас улица. Но это не точно. Пойдемте здесь. Если нам не судьба попасть в ТЭДе, я хочу вас проводить в центр города. И сегодня мы поднимемся туда, где я регистрировался как житель этого города. Мне показался очень интересный комплекс старинных зданий. И мы с вами их посмотрим сейчас. Так, вот это мне может пригодиться. Здесь идет оценка машин. Так, надо посмотреть этот номер телефона. Я к тому, что наши социальные сети, или не сети, а социальные услуги, они требуют, если помощь от государства идет, а я прошу этой помощи сейчас. Потому что, вы знаете, жилье дорогое, я на пенсию его не потяну. Оно уже затребовало от меня документы о том, что машина принадлежит мне, с какого года и сколько пробег. И если их это не удовлетворит, а самое большое, какую я машину в этом положении могу себе позволить, это 7000, не более евро. Поэтому мне придется приехать сюда, на свои ласточки, да, и это осмотрит, выдаст официальный документ, что машина моя стоит столько-то и столько-то. Если машина будет дороже, мне скажут, парень, продай машину, проживи на эти деньги, потом приходи. Или подожди полгода или год, пока не выровняется цена с нашими услугами. Вот это мне не выгодно, и я думаю, что я смогу подогнать машину под эту цену. Потом расскажу, если что, как. Так, ну а мы с вами идем дальше. Симпатичный дом, правда? Такой интересный. Я больше всего не люблю немецкие хрущевки. Есть и такие. В четыре этажа, без балконов, без лифта. Но они строились в период резкого спроса на жилье после войны. И до сих пор их используют. Но мне там не нравится жить. Контингент там обычно селится такой. И очень приятный. Ну а с другой стороны, представь, что на четвертый этаж переца пешком, это уже перебор. Это перебор. Поэтому я предпочтю. То есть отдаю предпочтение таким домикам, в котором я живу, допустим. Вот еще вам хочу показать. Видите, ты идешь в городское управление, берешь вот такой знак и говоришь, что с такого-то числа здесь запрещено стоять. Ну, надо переезжать человек или еще что-то. То есть не надо ставить сули с веревочкой. Вот взял. Но, правда, стоит что-то она там, по-моему, 30 или 40 евро. Ну, факт то, что это тоже вот организовано здесь. Если хочешь занять, то проси разрешения. Это вот разница между понятием и законом. По понятиям я ставлю стульчик, два стульчика с веревочкой. Все должны понимать, что я переезжаю и тут не надо занимать. Это по понятиям. По закону я ставлю вот такой знак. И уже, если кто-то здесь встал, то это нарушение, которое карается той же самой полиции. Они приехали, оштрафовали и освободили место. Вот так вот. Вот обратите внимание, большая площадь. Ну, что же это за цветы? Ха! Уже поняли, это картошка. То есть, зачем она картошка нормальная? Кому-то этот плачок принадлежит, он его не отдал под застройку, а сажает картошку. У немцев ничего не пропадает. Любая земля, за исключением, если это не заповедное что-то, используется. Причем с умом. Я думаю, что у нас бы уже тут половину потихоньку под покровом ночи выкупали бы к черту. Хе-хе-хе-хе. Ой, ладно. Гляньте, какой отличный гаражик для машин-то. А там украшения стоят всякие разные. Я близко не подхожу. То есть, эта решетка, она обычная для растений. Но бывает так, что эти растения своими крючьями колят штукатурку, их заставляют убирать. Ну и вот они убрали, а это осталась решеточка. И таким образом ее использовали. Вот еще интересное какое-то здание такое. Вайнларн. То есть магазинчик, винный магазинчик. Для изысканных вин. Но они не такие изысканные. Поэтому пойдем дальше. Вот если проехать в эту сторону, там будет русский магазин. Но нам сегодня нет покупок. Мы идем с вами в центр. Скажут, Федор, ты что ты не на машине? Я пишу, что что-то. Ну, ребят, на машине столько много не заметишь. Да? Вот, допустим, я сейчас шел. Мне попалась очень интересная, тоже традициональная такая штука. Сейчас покажу. Специально пойду. То есть, мельница. Видите? Такая вот мельница. Ну, я думаю, что такое вот евро пятьсот строится. Ну, триста точно. Ну, красиво. Так. Пойдем опять сюда. То есть, вот из этих мелочи интересных и состоит все. Поэтому и хочется мне вам побольше, вроде бы, показать. Вот красивенький домик с ригелечком. Видите, такой. Очень нравится мне такой. Немножко английская архитектура напоминает. Там с башенками тоже. Но там помощнее будет. У них, их не дом, них нет крепости. Ну, вот мы с вами добрались до постбанка. То есть, почтовый банк. Вы уже знаете, что от него совсем близко до центра топать. Ну, давайте пойдем. Остановимся уже перед самим замком и пойдем вверх на лестнице, что мы в прошлый раз не сделали. Сегодня мы это сделали. Как красивая решеточка, да? Табльха. Так, ну вот мы добрались с вами Сейчас по переходу пойдем и поднимемся вот туда, по лестнице. Там, за этим большим замком, как раз и находится этот самый Хервальтенсамт. То есть, городское управление. Спасибо. Ренессанс. Там должна быть большая церковь и все такое симпатичное. Фух, я немножко запыхался. Ну вот, сразу началась красота. Вот какие лепни вот тут. Турист информацион. Могли бы зайти, мне карта нужна. Но я не взял с собой маску. Думал, никуда я не буду заходить. И вот, пожалуйста. Вот такой небольшой переулочек здесь, да? А мы с вами пойдем вот сюда. Какой славный дворик внутри. Галерия, то есть, какая-то галерия. Но сейчас все, скорее всего, закрыто. Так, вот это здание. Это церковь. Большая, красивая церковь. же, Еще. Спасибо.